Всем привет! И в этом видео покажу партию, в которой мы нажатываем коня и ставим красивый мат ферзём. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, погнали! Эта партия играла за чёрного-белого, начиная партию с ходом Е4, мы играем Е5. Далее конь в 3 развивает свои фигуры белые. Мы играем конь С6, сносу Е4, конь в 6 и белый играет рокировка 2-0. Они закончили развитие. Далее мы играем конь С4. Здесь нельзя забирать конь Е4, потому что здесь видно, что пешка без защиты, но забирать конь Е4 плохо, потому что белый играет в ладе Е1, они атакуют на нашего коня, нам проходит собирать, и они потом забирают на Е5, то есть они отыгрывают пешку, и плюс у нас будет плохая позиция. Из-за этого забирать, вместо того, чтобы забирать конь Е4, лучше в этой позиции сыграть конь Ж4, поставить вот такую вот ловушку для белых. Далее белый играет H3, потому что они видят то, что наш конь очень сильно мешает им, и из-за этого они хотят избавиться от нашего коня ходом H3 и забрать его. Но в этой позиции мы не убираем коня, а играем H5. Далее, конечно, белый забирает, потому что для чего тогда они сыграли H3? Они забирают HG, мы забираем HG, атакуем на коня, и не важно, куда отойдет конь на H2, на Е1. Ну, давайте, допустим, на Е1. То в этой позиции мы играем ферзь H4, и грозит неизбежно мат на H1 и на H2. Не важно, как сыграет белый, ну, допустим, там F3, даже если на F4, не важно. Мы играем G3, а не сразу ставим мат. Мы играем G3, контролируем пункт H2, и на любой ход, ну, допустим, конь C3, не важно, какой ход, мы играем ферзь H2, шах и мат. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно напишусь в комментариях ваши впечатления на эту партию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите видеть больше классных роликов на моем канале. Всем удачи, дорогие друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok